Ну вот я знаю, что за три года пять тысяч комплектов было. Да, более пяти тысяч, но, к сожалению, точно статистику мы не скажем, потому что... Просто не ведем, да? Да, я уже говорила, что мы сначала собирались по трое, по четверо, и мы не вели статистику, то есть мы не знали, нужно или не нужно, а потом мы как-то все активизировали, стали более активно к этому подходить, и еще как бы сарафанное радио, спасибо социальным сетям, СМИ, и люди там, мы узнавали о друг друге больше и больше, и вот так уже сейчас мы уже ведем статистику, и вот можно назвать, что более пяти тысяч вещей у нас уже связано это за три года. Плюс еще можно сказать, что раньше, если мы раньше только вязали носочки, в этом году мы уже, как-то сказать, более стали улучшаться, мы начали развиваться сами вот внутри клуба, и мы вот вяжем вот такие жилетики, то есть есть такие размеры, которые нам... Ну, это тоже стандартные размеры, это нам, вот спасибо врачам, которые нам дают такие размеры, есть такие шапочки размером вот... С кулачочек-то. С кулачок, да. Ну, это если вы еще увидели разницу этой шапочки и этой шапочки. Вот недавно мы отметили 17 ноября, отметили день рождения единодушного ребенка, и тогда нам врачи сделали замечание, что у таких деток должны закрываться глаза, то есть вот эта светлотерапия, она не должна падать, и вот мы придумали такую шапочку, что она будет вот так надеваться, и вот так будет опускаться, когда будем закрываться. И глазки будут закрыты, ребеночек будет спокойно спать, свет его не будет раздражать. Ну, и вот такой вот одиальца, тоже вот размер 50 на 50, вот все удивляют, а не маленькая ли, да, то есть там... И мы говорим, а вы не видели никогда 700-граммового или там 900-граммового ребенка? Он спокойно помещается, и можно его там как конвертик использовать, ну, как вот такой вот... Для него это вполне нормальный размер. Да, для него это нормально, но когда он уже вырастает, уже можно уже побольше размера. Вот, Газиза, вот такой вопрос. Вы сразу нашли контакт с медицинскими учреждениями? Или вот были какие-то сложности? То есть мне кажется, что вот все равно врачи, наверное, с некой такой опаской, да, смотрели на вот эти вот колючие, мохнатые, пушистые вещички, да, и говорили, нет, нет, нам не надо. Да, конечно, были сложности, трудности в какой-то степени, было недопонимание со стороны медицинских работников, потому что думали, что за люди, что за девушки пришли, тут с пакетами еще, с кучей вещей шерстяных, а кто вы такие, где ваша санитарная книжка, вы откуда. И сколько это стоит, наверное? Да, это сколько стоит. Мы говорили, это честно, бесплатно, честно-честно, точно-точно, да-да-да. То есть это вот как-то, когда были очень удивлены, что люди совершенно бесплатно пришли, дарят шерстяные вещи, которые купили на свои деньги пряжу, да, и очень сильно удивляются. То есть таких добрых дел, наверное, видать, очень мало делается. Из-за этого вот такое удивление. И потом вот врачи сейчас уже поднимают всю серьезность, и даже врачи сами из других родильных домов выходят с нами на связь. То есть и в каждом городе, в каждом селе, ну, не сказать в селе, в каждом районном центре областном есть такие детки, которые рождаются, которые им необходимы. И то есть уже врачи знают, что есть необходимость, что есть такой клуб, и они могут напрямую выйти с нами на связь. То есть мы тоже идем на встречу. То есть если раньше было немного трудно, сейчас у нас хорошо. Ну вот вы вот и шерст сами приобретаете, сами вяжете. Ну это, наверное, тоже непросто, это тоже деньги. Конечно. Ну вы вот, как сказать, вот могу я, например, вам шерст подарить? Конечно. Вот вязать я не умею. Есть такие люди, которые вот не умеют вязать, но узнают о деятельности клуба. Причем мы собираемся каждую неделю, либо раз в две недели в общественном месте. Это и кафе, это и торговые дома, летом мы собираемся в парки. Почему мы собираемся в общественные места? Потому что, чтобы люди знали. И когда люди подходят, интересуются, мы им все объясняем, они говорят, а знаете, а вот я не умею вязать. А вот может вы нас научите? Хорошо, без проблем садитесь. И мы учим людей, и эти люди спокойно сейчас могут в целом связать большой комплект. Есть люди, которые говорят, у меня нет времени, у меня нет желания учиться, но у меня есть возможность помочь вам. И они, естественно, могут сами приобрести шерсть и помочь нам пряжей. Либо они дают деньги, и на эти деньги мы покупаем пряжу, естественно, и мы отчитываемся. То есть у нас есть группа на Фейсбуке, мы это все выкладываем, то есть в чеки, в квитанции, что нужно. Мы это все выкладываем, все честно. То есть мы с благодарностью принимаем таких людей в наш клуб. То есть есть такие люди, которые там помогли один раз, через два месяца, через три месяца звонят, спрашивают, нужна ли помощь, давайте я вам еще подкину. Ну, есть такие люди, им большое спасибо. Пользуясь случаем, хочу передать им огромное спасибо. Ну, и, конечно, приглашаю всех других, которые умеют вязать, которые есть желание помочь. Вот таким людям большое спасибо.